Добрый день, уважаемые коллеги! Да, на самом деле, я лагирована очень права в плане того, что палиативный пациент, это не значит, что это пациент, к которому не нужно подходить, но и он сам себе поживет, только покормить и, соответственно, провести гиену. На самом деле, качество жизни наших пациентов во многом зависит от объема их движения, объема их активизации, возможности работы и кардиореспираторных составляющих, сосудистых компонентов, венозного возврата и так далее. Вообще, пациент живой, когда он вертикализирован, имеется в виду в кавычках «живой», то есть он живет, когда он вертикализирован в горизонтальном положении. Пациент либо спит, либо не спит уже. Поэтому, конечно же, вертикализация – очень важный момент. Если допускает болевой синдром, если допускает силы пациента, то вертикализация позволяет нам сохранить долгое время возможности общения, возможности профилактики страдания, имеется в виду ортостатической гипотензии, и возможности какой-то социализации наших пациентов. Часто бывает так, что после основного лечения пациента, понятно, что у него перспектива невысокая, так скажем, сомнительная, либо определенная, но определенное количество времени еще ему отпущено, год-два и так далее. И поэтому ортостатические составляющие, которые позволяют нам нивелироваться при помощи этапной вертикализации и дать возможность, пускай оставшиеся полтора-два года, пациенту ходить на своих ногах, либо общаться сидя в кресле-коляске, либо в кровати, очень важны. Но без этого протокола мы результатов не достигнем. Если мы сможем отрегулировать ортостатическую составляющую, тогда мы сможем долгое время общаться с пациентом, и мы не получим осложнений от мобилизации, и не накопятся заболевания инкурентные, которые могут привести к более ранней смерти, чем, соответственно, от основного заболевания. Поэтому разработаны были стандарты и протокол вертикализации, который был включен в клинические рекомендации. Нужно ли пациентов палиативного профиля вертикализировать? Однозначно нужно, потому что это позволяет улучшить качество жизни, основная составляющая, позволяет продлить им эту жизнь качественную дольше. Нужен ли специалисту, палиативному пациенту реабилитолог? Он нужен врачу палиативного профиля, чтобы работать с пациентом палиативного профиля. Потому что задачи, которые ставятся перед реабилитологом и перед врачом палиативного профиля, они хоть и похожи, но в некоторых аспектах разные. Поэтому, конечно, специалисты ФРМ, физической реабилитационной медицины, должны присутствовать в отделениях и центрах палиативной медицинской помощи для того, чтобы правильно проводить регулировку. За и против медицинской реабилитации в палиативе много сейчас идет дискуссий, но, к счастью, Галина Евгеньевна Иванова, Диана Владимировна Невзорова, они единого мнения по этому поводу. Что здесь должна быть вот эта вот золотая середина или серая зона, где идут переходы между, соответственно, палиативом и, значит, реабилитацией. И в любом случае элементы медицинской реабилитации должны быть в палиативной помощи. Элементы качественной палиативной помощи в виде ухода, значит, работы с остомами, работы с малым сознанием, работы с профилактикой осложнений этой мобилизации должны быть в медицинской реабилитации. Потому что не все охватывают, значит, протоколы и алгоритмы, которые сейчас разработаны в настоящее время в разделе медицинской реабилитации. За сохранение и восстановление функций, снижение выраженности болевого синдрома, повышение независимости в повседневной жизни, к чему стремится каждый человек и что ждет каждая семья, улучшение социальной адаптации. Ну и, конечно же, финансовые затраты, но и регулировка с точки зрения государственной поддержки должна быть. Этим занимается Ассоциация профессиональных участников в хосписной помощи, дает алгоритмы получения безболезенного и быстрого государственной гарантии. Этим занимается Союз реабилитологов России, регулируя медико-экономические стандарты и клинико-статистические группы КСГ для получения качественной реабилитационной помощи. И, так скажем, возможности пациента, который имеет палиативный статус, но имеет реабилитационный потенциал, вывести в рамки, соответственно, реабилитационных технологий и дальше дать возможность им социализироваться и сохранить социальную активность, но сохраняя, соответственно, государственные гарантии. Регламентация. Регламентация в настоящее время очень важна. 788 приказ от 2020 года, 345 от 2019 года, 348 от 2019 года позволяют максимально использовать все нормативные достижения для получения качественной медицинской помощи. В приказе, значит, 345 регламентировано применение этапной вертикализации у пациентов палиативного профиля в виде наличия в стандарте оснащения вертикализатора. Вертикализатор 1 на 30 коек. Это, в принципе, достаточно. Вертикализация происходит в течение 30-40 минут до часа одного пациента. 30 коек. Из этих 30 коек ориентировочно 10-12 пациентов нуждаются в этапной вертикализации. Как правило, проводится через день, либо через два дня, в зависимости от активизации и целей поставленных пациентам. Поэтому, в принципе, такого объема хватает. Но это минимально достаточный объем. Лучше, если, допустим, на 15 коек есть один вертикализатор, то есть на 30 коек два. Таким образом, можно пациентов практически поголовно отрабатывать в этой технологии. Но для этого нужен инструктор-методист. В порядке оказания медицинской реабилитации, в клинических рекомендациях по оказанию этапной вертикализации, выполняют эту услугу инструктор-методист вместе с врачом. Какой врач может быть? Если у пациента нестабильная гемодинамика, то и есть, так скажем, коморбидность высокая, кардиореспираторный резерв низкий, то он выполняет эту процедуру вместе с врачом-анестезиологом-ренематологом. Если пациент более стабильный и уже прошел некоторые этапы, можно выполнять с врачом, который пошел повышение квалификации по медицинской реабилитации и имеет опыт работы с вертикализатором. Конечно же, в штатные нормативы нужно заводить инструктора-методиста, чтобы иметь, так скажем, закон на основании проводить этот метод. Но есть выход. Допустим, медицинская сестра палатная или врач по палиативной медицинской помощи имеет возможность пройти повышение квалификации по медицинской реабилитации, что допускает его к применению технологии этапной вертикализации. И таким образом мы проходим через это узкое юридическое окошечко, щель, которая нам дает возможность использовать поставленные вертикализаторы в отделениях палиативной помощи. То есть, так скажем, списывать или говорить о том, что вот у нас нет инструктора-методиста, который мог бы проводить, поэтому мы не занимаемся, не надо. То есть мы идем, ищем возможность, мы обучаем палатную медицинскую сестру, повышаем квалификацию в этом направлении, или же врача по палиативной помощи обучаем по медицинской реабилитации и проводим эту процедуру. Применяются для этой технологии вертикализаторы. Это такие устройства, которые позволяют из горизонтального положения поэтапно, как раз в названии и суть, поэтапно, изменяя угол наклона, вертикализируя, позволяют вывести пациента в вертикальное положение до 80-85 градусов, увеличивая опороспособность на нижние конечности таз, таким образом перераспределяя потоки крови и адаптируя организм к изменению центра тяжести и положения тела. Очень важно, что мы это делаем поэтапно, и очень важно, что вертикализатор позволяет управляемому делать эту процедуру. Пациент в этот момент может быть даже без сознания, но он хорошо фиксирован грудным ремнем, поясным ремнем и коленными упорами на этом вертикализаторе. Поэтому опасность падения минимальна, если правильно использовать его по инструкции. Причем к этому аппарату могут присоединяться мониторинг витальных функций. Это пульсоксиметрия, это измерение артериального давления, даже доплерография динамическая и разные другие приборы, которые могут быть использованы совместно с этапной медицинской реабилитацией. Клинические рекомендации были разработаны группой авторов, в том числе профессора Галинина Иванова, Лилюк, Стаховская Людмила Витальевна, земля им будет пухом, Суворов Андрей Юрьевич, Амалов Николай Анатольевич, Белкин Андрей Августович. Это те люди, которые, соответственно, в клинических своих изысканиях, практических деятельностях отработали технологию для введения именно такой категории пациентов. Проведение пассивной вертикализации в качестве революционной методики рекомендуется для пациентов, которые не могут самостоятельно в настоящее время или в последующее время вставать и удерживать себя в вертикальном положении вследствие тяжести общего состояния, либо неадекватного ортостатической регуляции, когда у нас еще не обучен или не возвращен принцип сохранения артериального давления при вертикальном положении тела. Что позволяет пассивная вертикализация? Проведение ортостатической тренировки, обучение вертикальному положению, поддержание адекватного вегетативного обеспечения двигательной деятельности, сохранение афферентации суставных и составно-мышечных рефлексов и рецепторов для замыкания суставов, и таким образом формируется активизация лобной коры и сохраняется уровень сознания. Ну и, конечно же, при помощи или вследствие рефлекторных реакций формируется снижение спастики, уменьшается болевой синдром и регулируется порождение кишечника, либо мочевого пузыря по рефлекторному адаптивному механизму. Дифференцированный подход в ведении пациентов, конечно, очень важен. Кто принимает решение в этом режиме? Конечно, мультидисциплинарная бригада. Она также сформируется в рамках палеотивного отделения, где присутствуют лечащий врач, узкие специалисты, инструктор-методист, медицинская сестра, специалист по уходу, и даже может участвовать семья, которая говорит, да, нам это нужно, и дает задания для специалистов палеотивного профиля и реабилитологов заниматься этими вопросами. Очень часто бывает так, что семья говорит, нам не нужно это, давайте мы сохраним статус-кво, как сейчас, а дальше будем уже смотреть по ситуации. Поэтому, конечно же, это совместное решение. Оценка реабилитационного потенциала у данной категории пациентов, конечно же, имеет значение с точки зрения применимости методики. Если она, соответственно, низкая и нет перспективы доживания более полутора месяцев и менее, то тогда, конечно, наверное, этапная вертикализация не применяется в этой категории пациентов, там применяются другие технологии сопровождения пациента уходящего. Если же реабилитационный потенциал низкий, но есть возможность сохранения жизни длительное время, пассивная вертикализация обязательна для применения, что позволяет нам так или иначе адаптировать пациента, а в некоторых случаях даже перевести его из низкого реабилитационного потенциала более высокий на фоне улучшения толерантности к физической нагрузке, коррекции дыхательной недостаточности и, возможно, даже когнитивной недостаточности, потому что пациент вертикализированный становится человеком разумным. Пациент, который не вертикализированный, находится практически всегда во сне и недоступен к активной когнитивной тренировке. Противопоказания к пассивной вертикализации терапии. Это они делятся на несколько, так сказать, на две категории. Абсолютные противопоказания и относительные противопоказания. К абсолютным противопоказаниям, я их озвучу обязательно сейчас, относятся тромбоэмболии легочной артерии, нарастающей тромбоз, наличие флотирующего тромба. На первом месте прям стоит это противопоказание. Почему? Потому что она крайне опасна в рамках производства. Если у нашего пациента есть тромбоз в венах нижней конечности, особенно флотирующий, то ни в коем случае его на этапную вертикализацию пассивную направлять нельзя, потому что мы можем убить пациента. Нарушение сознания, сопровождающееся двигательным возбуждением. Если просто нарушение сознания, то это одна история. Мы можем такого пациента вертикализировать, и даже показана эта вертикализация, и они даже быстрее приходят в сознание, если мы проводим им этапную вертикализацию. Но если у этого пациента есть двигательное возбуждение, он может сломать или упасть с талла вертикализатора даже с учетом хорошей фиксации. И поэтому, конечно же, нам либо нужно заблокировать, допустим, эпи-синдром, либо горметонические судороги медикаментозно, ну, либо не показана этапная вертикализация, и мы применяем другие методы регуляции ортостатической гипотенции. Острый коронарный синдром не обсуждается. Острой хирургической патологии, конечно же, тоже не обсуждается. Нестабильность неврологического статуса. Ну, здесь, так же, как и проведение инотропной поддержки, являются противопоказаниями именно технологическими, да, то есть если мы видим прогрессивное течение инсульта, либо какие-то другие нарушения, или вот проведение инотропной поддержки, когда мы искусственно поддерживаем, значит, артериальное давление, если мы вертикализируем пациента, то есть нам нужно, грубо, еще добавить препаратов для инотропной поддержки. Но это никаком образе не является тренировкой ортостатической. Конечно, это является относительным, то есть абсолютным противопоказанием. Но все остальные противопоказания относительные. Принимаются решения консилиумом. Это ИВЛ, дислокационный синдром, суборхный дальник, разлияние кома, нестабильность сердечного ритма в покое, нестабильность артериального давления в покое. Кстати, здесь даже может быть и тренировка, и регуляция при помощи пассивной вертикализации именно этого давления. Артериальная гипертензия с цифрами высокими, особенно кризового течения, и гипертермия выше 37 градусов. Все принимается решение на основе консилиума. И если мы видим показания, то есть это улучшение экскурсии грудной клетки, это улучшение эфлекторных компонентов головного мозга, или же опородвигательного аппарата, мы можем применить. Но также все индивидуально подходит. Вертикализация регулирует ортостатическую регуляцию. Зачем она нужна? Это уровень передвижения. Если пациент не отрегулирован по ортостатической компоненте, он не может передвигаться в кресле-коляске, он не может передвигаться на ходунках, либо в адаптированных средствах передвижения, потому что он будет падать в обморок. Этапная вертикализация по протоколу определяется именно как бы в рамках степ-бай-степ, шаг за шагом. Кардиораспираторный тренинг по строгим наблюдениям кардиолога и невролога и применение коленоупора и стола вертикализатора в качестве инструмента для вертикализации. Очень важный компонент подготовки к этапной вертикализации. Если пациент грязен, то есть гигиена не соблюдена, то, конечно, его вертикализировать будет неудобно, ну или неприятно. Если пациент не голоден и не накормлен, то, конечно, его вертикализировать тоже нельзя. У нас будет отрицательный эффект эмоциональный, ну и, конечно, пациент не выдержит то время, которое необходимо для тренировки. Если пациент когнитивно не успокоен психологически, ему не рассказано, что будет происходить, а, как правило, такая категория пациентов не сразу понимает, да, нельзя прибежать, рассказал и давай, значит, вертикализацию. Надо подготовить за час, за два, за сутки, что вот мы будем проводить такую методику. Пациенты осознают, понимают, внутри себя прорабатывают ее, даже если и некоторые даже и забывают. Лучше, соответственно, несколько раз по этому поводу поговорить и подготовка, соответственно, происходит со стороны сестринского плана. И, конечно, здесь большая роль отводится именно младшему медицинскому персоналу в рамках подготовки, сопровождения и обсуждения вопросов этапной вертикализации. Процедура, она именно такая физически-физиологическая, не требует каких-то там знаний квантовой физики либо, значит, глубокой биохимии. Подготовка к вертикализации. Каким образом происходит? Отбирается пациент в рамках противопоказаний и показаний. Обсуждается с ним, хочет он это или не хочет. Обсуждается с семьей, нужна ли семье эта ситуация, пациент, сидящий на кресле-коляске, либо вертикализированный или нет. Обсуждается с мультидиссональной командой, узкими специалистами, приведет ли эта ситуация, вертикализация, к ухудшению состояния, значит, травматическому снижению, либо, напротив, это позволит нам улучшить состояние. Обсуждаются все за и против. И, соответственно, проводится первичная диагностика. Она может проводиться вот на таких функциональных кроватях, которые могут нам так или иначе в рамках первичных тестов показать, как реагирует пациент на вертикализацию, еще до применения стола вертикализатора. Да, сегодняшние функциональные кровати позволяют нам выполнить полуортостаз, как вы видите на нижней фотографии. Это поднятый головной конец с опущенными либо поднятыми ногами. И таким образом мы можем выполнить малонагрузочные функциональные пробы, основанные на методах исследования вегетативной обеспеченности деятельности. Они включают в себя 4 компонента. Тест комфортной мапноэ. Просим пациента на 30 секунд задержать дыхание и смотрим за артериальным давлением и пульсом. Если изменяется пульс давления больше, пульс больше, чем на 10 ударов вверх или вниз, и давление, если снижается более, чем на 15 мм ступного столба, то тест не пройден. И мы говорим о том, что мы должны будем потренироваться с тестом комфорта опноэ до достижения адаптации. Вторая, значит, следующая стадия – это тест комфортной гипервентиляции. В течение 30 секунд предлагаем пациенту глубоко вдыхать и выдыхать. И это более нагрузочная ситуация, чем тест комфортного опноэ. И те же самые показатели смотрим. Если поднимается больше, чем на 10 ударов в минуту, или опускается пульс, если снижается, или поднимается артериальное давление больше, чем на 15 мм ступного столба, то тест не пройден. И мы на этой стадии тренируемся. То есть мы берем не 30 секунд, а 10 секунд гипервентиляции, 15 секунд, 20 секунд, и доходим до оптимальной, соответственно, переносимости этого теста без, так скажем, сбоев по ортостатической и сосудистой составляющей. Тренировка может происходить, значит, один-два раза в день и в течение от одного до семи дней, пока мы не дойдем до стадии адаптации по этому показателю. Следующий тест – полуортостатический тест. Когда мы пациента высаживаем в такое положение, головной конец поднят, ноги чуть спущены или опущены, и тоже самые показатели тестируем. Ортостатический тест – это когда мы поднимаем пациента вертикально и, удерживая его, измеряем чувствительность именно на изменение сосудистых показателей. Таким образом регулируется процесс. Помимо механических кроватей, даже с электронным управлением есть автоматические системы, которые позволяют нам тренировать без присутствия, так скажем, постоянного присутствия младшего медицинского персонала, либо специалистов в запрограммированном режиме. Когда мы запрограммировали тест, определили уровень адаптации, и машина работает, адаптируя пациента в течение одного-двух суток, три-четыре раза в день в определенное время, ну, понятно, не совмещенно с едой, гигиеническими процедурами, тренирует сама, поднимая, опуская, контролируя и так далее. Плюс к этому прибору привязывается динамическое наблюдение витальной функции. Доктор, как оператор, видит, вот у него четыре пациента, тренируется. И если вдруг где-то какой-то сбой идет, он пошел туда, отрегулировал, либо уменьшил, либо помог пациенту, либо, имеется в виду, помог отрегулировать его самочувствие, либо перенастроил систему. Почитать про эти две компоненты можно на нашем сайте, и там есть презентация по системе. Для профилактики тромбоза вен нижней конечности и опасности развития абсолютного противопоказания тромбоза вен нижней конечности и тромбоэмболии применяется, конечно же, перед каждой этапной вертикализацией наложения компрессионного бинта, либо ношения компрессионного трикотажа, что позволяет нам безопасно проводить вертикализацию и контролировать вопросы, так скажем, ее прохождения. Это позволяет нам обезопасить себя. Конечно же, предварительно мы делаем музей вен нижней конечности, определяем, нет ли тромбозов, и если есть опасности развития тромбозов, это пациенты, которые не вертикализированы, еще лежат, применяются низкомолекулярные гепарины, либо оральные антигагулянты для профилактики тромбоза. И вообще, в принципе, если с точки зрения понимания, вертикализацию мы применяем для лежачих пациентов, которых нужно поднять, и мы априори знаем, что они, так скажем, насторожены по развитию тромбоза вен нижней конечности, мы должны при отборе пациента уточнить, назначены ли пациенту низкомолекулярные гепарины, либо нааки для профилактики венозных тромбозов, назначить УЗИ вен нижней конечности, удостовериться, что нет тромбоза, и профилактика в виде НОАКов или НМГ назначена, и тогда мы разрешаем позиционирование и этапную вертикализацию. Что нам может еще мешать этапной вертикализации? Это спастический синдром. Мы знаем пациентов с спинальной травмой, пациентов с инсультом, вроде бы лежит в позиционировании хорошем, правильном, там с согнутыми ножками, разъединенными ручками, мягенький. Как только мы его поднимаем, раз его начинает сводить, ноги сгибаются, приводятся руки и так далее. Привязываем же мы его к столу, правильно, к вертикализации, фиксируем, а для пациента тоже определенная степень опасности, особенно когда мы перемещаем или изменяем афферентацию с коленей и стазобережных суставов. Рефлекторно включаются позатонические реакции, и пациент может уронить историю вертикализатора, если мы не отрегулировали спастику. Таким образом регулируем спастику? Конечно, при помощи применения ботулотоксина, при помощи применения системных миорелаксантов, ну, либо электронных систем коррекции спастики. Значит, что можем совмещать мы с вертикализацией? Мы можем совмещать респираторно-дыхательную реабилитацию. Коль уж мы вертикализировали, и коль у нас пациент стоит, допустим, на уровне 35-45 градусов, у нас экскурсия грудной клетки хорошая, мы можем применить вместе с вертапной вертикализацией в комплексе мобилизацию грудной клетки и дыхательную гимнастику с дренажными составляющими, что позволяет нам работать в этом направлении, даже применять как раз в этом, когда пациент вертикализирован, дыхательные тренажеры, такие-то, как апелла, например, или там побуждающие спирометры, улучшать, соответственно, экскурсию клетки, улучшать откашливание, и таким образом улучшать именно респираторную составляющую в этой категории пациентов. Потому что в горизонтальном положении, конечно, экскурсия низкая, значит, работа ресничного эпителия невысокая, откашливание затруднено, и в том числе откашливание может проводить обратные аспирации. В вертикальном положении это все происходит более естественно, можно удалить быстро и мокроту, и, в общем-то, потренироваться в рамках жизненного объема легких. Нутритивная поддержка для пациентов, находящихся на вертикализации, крайне важна. Правильно отрегулированная нутритивная поддержка была сегодня обсуждена у палиативных пациентов на вышестоящих накладах, и она очень правильна. И, конечно же, пациента истощенного, кахритичного вывести на этапную вертикализацию невозможно. Он не будет держать объем, он не будет держать давление, потому что недостаточный объем жидкости употребления, у него недостаточная энергетическая поддержка, и он сразу будет у нас сваливаться до компенсации. Для того, чтобы применить вертикализацию, мы должны оценить нутритивный статус. Индекс массы тела, значит, должен быть не менее 19, а если менее, то его довести, правильной нутритивной поддержке, до нормы. Ну, либо, если такая ситуация есть, то применить гиперкалорические смеси, чтобы улучшить, не улучшить, а увеличить основной обмен, и дать возможность использовать нутритивный допинг для работы. Общий белок желательно, чтобы был не меньше 60 грамм на литр, альбумин не меньше 35 грамм на литр, ну и, собственно, как бы не было системного воспаления или иммунная система, лимфоциты были в норме. Оценка статуса клинического происходит на основании оценки триггеров ритмичного мониторинга, и протокол проведения пассивной вертикализации, он достаточно простой. Процедура пассивной вертикализации проводится под контролем врача ЛФК, инструктора-методиста, в некоторых аспектах совместно с анестезиологом-рениматологом. Протокол начинается с диагностики, мониторинга в настоящее время статуса, измеряется давление, пульс, сатурация, записываются в протокол базовые и начальные показатели. Для этого применяются тонометры, пульсоксиметры и секундомеры. Обязательно для вертикализации нужен стол-вертикализатор. То есть на обычном столе, учебном, либо хирургическом вертикализацию не проведешь. На кровати на обычной тоже не проведешь. Поэтому стол-вертикализатор должен быть в наличии. Протокол вертикализации выглядит в виде такого бланка, где прописаны углы подъема вертикализатора и мониторинг давления и пульса, и сатурации. Мы на каждый угол считаем, соответственно, подъем давления пульса, определяем адекватность или неадекватность. Если присутствуют изменения, которые переводят нас в декомпенсацию, то мы останавливаем вертикализацию на этом уровне, фиксируем, что пациент адаптирован к углу, например, подъема в пределах 40 градусов и записываем это. Далее в течение недели проводим тренировочные режимы на этих 40 градусах с вертикализацией и с временем нахождения в этом положении от 10 до 20 минут. И, соответственно, через 2-3 дня с учетом стабильности показателей можем перевести на следующий угол, например, на 60 градусов, опять же, оценить адекватность и эффективность. Если мы видим, что на 60 опять есть признаки декомпенсации, фиксируем этот показатель и дальше проходим тренировку уже на этом режиме вертикального положения. И таким образом потихоньку, степ-бай-степ, день за днем, неделя за неделей доходим до угла 80-85 градусов. Это полный ортостаз, который, если пациент удерживает его в течение 20 минут без декомпенсации по пульсу, давлению, сатурации, значит, мы достигли цели, и пациент вертикализирован. Если у пациента есть физическая возможность, мы можем его перевести уже на передвижение в ортезах, либо коленоупоре без стола вертикализатора. Если у пациента нет такой возможности, то мы продолжаем его, так скажем, тренировать и сохранять статус-кво на 85 градусах через день по 20 минут, сохраняя его, значит, возможности регуляции вертикального положения в настоящее время. То есть это, в принципе, может быть длительный, пролонгированный период, соответственно, регуляции тренировки. Если у нас есть задача тренировки, то есть пациента, улучшение его качества жизнепередвижения, а не просто сохранение статуса-кво, мы можем использовать стол-гортикализатор с биологической обратной связью, называется ERIGO-PRO. Он оснащен роботизированным ортопедическим устройством и синхронизированной функциональной электростимуляцией, которая включает мышцы совместно с изменением угла, значит, сгибания сустава. И таким образом как бы симулирует или протезирует или имитирует нормальное движение, возвращая, так скажем, афферентацию в головной мозг, давая возможности пациенту вспомнить, либо запустить режим работы для этой группы мышц, либо, соответственно, сохранить активность в этой группе мышц. Не давать ей атрофироваться, не давать ей уходить с аркопенией от иммобилизации, сохранить возможности косметического, так скажем, компонента. Эффективность таких тренировок высокая. Вот вы можете посмотреть, традиционная вертикализация без электростимуляции, значит, изменение показателей достоверно выше у вертикализации со стимуляцией, да. То есть когда мы без вертикализации, вот такая ситуация, да, ортостатического составляющей. При этапной вертикализации обычной, пассивной, улучшение качественное есть, и мы достигаем статуса КВО, то есть вертикализации пациента. Но с применением ФЭС мы позволяем включить еще в работу мышцы, как венозный насос, и таким образом усиливаем, так скажем, усиливаем эффективность обычной вертикализации для, значит, качественного венозного возврата и контроля ортостатической составляющей. В заключительных положениях хотелось бы сказать, что в заключительном этапе контроль восстановления показателей определяется основным компонентом измерения артериального давления пульса сатурации уже без тала вертикализатора, если это возможно. Активный полуортостат должен сохраняться у пациента на протяжении всего сопровождения в течение жизни это движение хотя бы на кресле и коляске. И повторная процедура вертикализации может проводиться через 48 часов, что сохраняет адаптацию пациента к вертикальному положению. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok